ПЕСНЯ Украшенная ёлка, красочные фотозоны и здесь же главный герой новогодних праздников Дед Мороз. Дети встают в очередь, чтобы с ним сфотографироваться. Атаманскую ёлку устраивают уже в шестой раз. Дети казаков собираются вместе 7 января в день Рождества Христова. Для нас, для казачества основной праздник это Рождество Христово. Это традиционно всегда было, что отмечали не 1 января, не начало года, по светскому календарю, а именно Рождество Христово, рождение Христа. Поэтому всегда проводились праздники, и поэтому мы возродили эту традицию, давнюю, историческую, еще 6 лет назад. И вот теперь атаманские ёлки проходят ежегодно, когда собираются именно дети казаков на такую ёлку. Казачество без православия это практически не казачество. И тому подтверждение вот это собрание сегодняшнее, и вот те начинания, которые были заложены давно уже, и, как говорится, там прокатаны древние времена. Слава Богу, что здесь мало-помалу возрождается. На атаманскую ёлку пригласили 450 детей со всей области. Присоединиться к празднику мог далеко не каждый желающий. Путевку на казачий праздник надо было заслужить. Шанс выпал только тем, у кого хорошие отметки в дневнике и дополнительные баллы за участие в общественной жизни. Сладкое угощение и спектакль «Винни-Пух» стучится в дверь. Стали сюрпризом для гостей атаманской ёлки. Мы входим в совет по изучению истории астраханского казачества, и нас пригласили от округа на данный праздник. Мы все семьи присоединились с детьми. Здесь у нас и хороводы водят, и мастер-классы здесь есть. Конечно, каждый год уже, третий год подряд мы здесь побываем. Традиции обратились и будущие офицеры. В Цигаузе состоялся рождественский кадетский бал. Под звуки вальса, польки и мазурки в аркету скользили учащиеся казачьего кадетского корпуса и их дамы. К столь торжественному событию готовились заранее. Шили наряды, придумывали прически, репетировали танцы. И все ради того, чтобы подарить праздник и себе, и гостям бала. Рождество – это то время, когда загадывают желания. И говорят, они сбываются. Главное – верить в чудо. Алтына Урумбаева, Вадим Матасов, Центр новостей.